Начинаем вязание нашей сентиментальной рукавички. Хорошее название придумала. Да, очень-очень хорошее название. Рукавичка. Не нами придумана. Не нами придумана, вот прям скажем, да, это вообще для данного праздника общеизвестный формат, только мы его немножко подкрепили. Совершенно лишняя, совершенно ненужная вещь. Абсолютно ненужная вещь. Вот прям категорично ненужная вещь в хозяйстве. Представляешь, мы с тобой специализируемся на абсолютно ненужных вещах в хозяйстве. Вот мне иногда кажется, что мы с тобой сродни созданию статуэток вас династии Минь. То есть, что совершенно ненужное хозяйство, но будет очень давать какие-то эмоциональные посылы. Эмоции это приятно. На самом деле, данное изделие, которое мы с вами сегодня, я надеюсь, сделаем, оно больше эмоциональное. Притом в таком виде можно его использовать немножко по-другому. То есть, немножко при другой подаче из этой ненужной вещи можно сделать другую ненужную вещь. Одну ненужную вещь превратить в другую ненужную вещь. Для чего его еще можно использовать, мы вам расскажем в конце, когда будем показывать. То есть, поэтому принимаемся за вязание. Итак, поскольку это рукавичка, понятное дело, что это рука. Это Натальяна рука. Да, это вот я. И берем... Могу? Не, не, не надо. Не, вот. Берем руку и измеряем. Это у меня 18 сантиметров где-то. Вот от сих до сих, вот где-то 18 сантиметров. Это квадрат. Вот такого размера. То есть, квадрат 18 сантиметров. Примерно так. Будете сделать меньше, будет совсем мало. То есть, будет больше, больше не надо. Будет огромный мешок. То есть, в принципе, по руке. И так вот. И вяжите либо одной деталью два квадрата рядом, либо двумя деталями по отдельности. Я связала уже эти квадраты, само собой. Потому что вязать квадраты, ну, как бы смысла нет. Я вам сейчас покажу, как я вязала этот узор. Я, в принципе, могу показать эти квадраты. Вот они. Вот так вот два этих квадрата. Почему я их вязала отдельно? Потому что, во-первых, у них направление. В одном стиле. В стиле, то есть, либо оно было бы полностью, то есть, с порезкой, с такой. Ну, мне показалось, что так интереснее. Сейчас я вам буду показывать, как это вязать. И это нужно еще для того, чтобы мы могли оформить. Вставочку сделать. Потому что, если у нас будет единое полотно, вставку, которую я хочу выполнить для этой рукавички, мне не получится. Рукавичка, мне кажется, получилась бы несимметричная. Одна часть у нее была бы со сгибом, а другая со швом. И мы решили просто, чтобы было симметрично. Поэтому мы берем все, делаем по отдельности, две детали. Мы их сошьем, но сошьем потом, и сошьем не так, а по-другому. Ну, то есть, как бы, простых путей не ищем. Вы же помните. Да, мы всегда все идем шеворот на выворот. Поэтому вот такая вот рукавичка. Чтобы было чем заняться на досуге. Да. Вспомним тех мамочек, которые слоняются и не знают, чем заняться. Вот если вы из их категории, то мы вам найдем, чем заняться. Поэтому сейчас я беру машинку, показываю вам, как я вязала узор, и как мы будем делать отделочку. Так, сейчас я привяжу машинку, потому что... Ну, я хочу сказать, что народу очень мало. Либо все в пути лица готовятся к тому, чтобы завтра ударно встретить этот великий буржуазный праздник. Либо же какая-то другая причина. Да, презентация была побольше. Магнитные бури и прочее. Вот. Ну, может быть, просто эта рукавица, вот мы сказали, что она никому не нужна. И вот люди понимают, что нечего тут делать. Я однажды получила письмо такое. Знаете, Светлана, вот была на нескольких ваших посиделках, и могу вам честно сказать, такую вы фигню вяжете. Что я страшно жалею потраченное время, несколько этих дней потраченных. Ну, с первого же раза, что фигня. Ну, видно же, что мы такие, вот мы одну и ту же фигню вяжем, и мы все время говорим, что... Кто-то вяжет ненужные вещи. Очень ценные вещи. Ну, посмотришь, что же, нафига мне, это очень ценная вещь. Нафига мне 50 этих повстей. Или чего-то там вот очень ценного. То есть это ценное все условно. Да, много сил потрачено, много энергии. Поэтому, девочки, мы вяжем... А мы честно предупреждаем, что наши вещи нет. Задача, которую мы ставим, это все-таки, чтобы вам было интересно, чтобы показать вам, что даже какая-то вот совершенно ерундовая вещь может быть связана очень многими разными способами. Даже если вы ее знаете. Вот выкройка, точнее, вот идея этой рукавицы, ну, она всем известна. Ну, вы все знаете эту парную рукавицу, которая совершенно в хозяйстве не нужна. Все ее продают. Не знаю, кто ее покупает, честно скажу. Слушай, на самом деле, если кто-то что-то продает, это значит, что кто-то это покупает. Это ничего не значит. Это значит, что рынок не следован. И все. Это может только это значить. Но, понимаешь, если парень дарит своей девушке, то есть если девушку парню дарит, то он может не оценить. А если парень девушке себе подарит, вот там верещать будет. Поэтому это может быть вот такой ограниченный круг. К сожалению, у нас очень мало вяжущих молодых людей. Поэтому, ну, посмотрим. Я же сказала, что это можно использовать не только для мужчины и женщины. Это можно использовать для мамы и ребенка, например. Поэтому, как я вязала этот узор? Он, в принципе, похож на то, что мы вязали с вами на носочки. Только, видите, он такой пожирнее, погуще. То есть он потолще. Массивные достаточно полоски. И идут они вот тоже под 45 градусов примерно. Там уже, на самом деле, узор такой, как пойдет. Зависит от того, как он пойдет, от того, как часто вы будете делать пересадки на соседнюю, накиды на соседних иглах. Но это узор аналогичен тому, что мы вязали в тот раз. Ты же говоришь одно и то же. Извини. Просто читаю, что пишу. Так. Не меня было видно, а все-таки. Вот. Но я хочу сказать, что для этой рукавицы может быть придуман очень хороший вариант использования, потому что она может быть сентиментальная, если мама с ребеночком идет. Я говорю, что так. Нет, нет, нет. Я почему-то говорю. Сейчас очень можно, очень модно на колясочках такие рукавички на кнопках. Ну, они меховые. Меховые, да. Но это как бы для мамочки, которая с... С коляской. С коляской, которая в коляске, да. А вот когда ребеночек уже ножками начинает ходить, у него ручки мерзнут. И эти рукавицы, которые огромные там... Не, ну они не... Знаешь, здесь в этой рукавице можно своей голой рукой греть ручку ребенка. Это самое ценное, да. То есть эта рукавичка не... Она не просто вот, чтобы руки не мерзли, а чтобы согреть, потому что твои руки получаются открытые, и ты ручку ребенка греешь. Да, и берете за руку, и вы идете в одной рукавичке. Есть куртка кенгуру, где мама носит своего ребенка. А есть рукавичка кенгуру. Тяни чуть-чуть. И Наташа хотела, чтобы эта рукавичка превратилась в муфточку. Ну, я ей сказала, прям представляю, как ты ко мне бежишь, себя в авоськах и с муфтой. Ну, да, да, чего, я могу. Прибежала, дрель принесла мне там еще чего-то, еще чего-то. И вот в муфте такая. В муфте, да. Да, еще вот на таких шпильках, как у нас сейчас девочки. Ну, к сожалению, я вот, да, я бегаю. Я вот не могу ходить чинно-благородно-степенно. Вот как бы не мое это. Не могу я привыкнуть делать все лучше и на показ. Мы люди искренние, мы делаем так, как удобно. Люди на показ тоже искренне делают. Они живут на показ, а мы живем с тобой ради удовольствия. Так, выставляю иглы через три. И, то есть, три в рабочем, одна в переднем. Три в рабочем, одна в переднем. И провязывайте. Учтите, что провязывать надо рыхленько. Если будет туго, может быть тяжело. И провязывайте столько раз, сколько можете. Максимально четыре. Если машина справляется, отлично. Но если не справляется, не просите от нее того, чего она не может. У вас будут просто не толстые ступенечки, а тоненькие. Но вот они будут такие длинные. У меня все машины воспитанные. Они провяжут четыре, даже не задумываясь. Потому что, когда не провяжешь, впоследствии будет ужасным. А слушай, а сильвер у тебя? Сильвер, ну вот на этих машинках оттяжки нужны хорошие. Я просто хочу сказать, что если у вас накиды хрунока. Хорошие, это что, значит килограммовые? Ну вот грузики, да, тянуть надо. Сильно тяжелые. Да, не сильно, но тяжелые. Потом, если у вас расходится вязание, вот как здесь вот, вылезает это все. Но на самом деле на сильвере в чем плюс? В чем? Ну вообще не сильно там плюс, потому что все равно в среднее рабочее положение нужно двигать иголки. Когда машина сама забирает иглы из работы, она их провяжет практически всегда. Да, если она не забирает их из работы, как здесь вот, в среднее рабочее положение, то главное, чтобы язычки не втыкались в петли. А для этого берете скрепки. Если есть треугольные скрепки, даже без грузиков, просто зажатые скрепки, навешиваете вот так вот на эти вот самые толстые места, у вас все равно всегда провяжут. Скрепки там 20 рублей 100 штук стоят, вам на любое вязание хватит. Так, поставила иглы. Обратно и выдвигаю соседнюю иглу. То есть у меня стояла вот эта игла, я беру соседнюю. Самое главное, не перепутайте, что мы все время вяжем сдвиг в одном направлении. Поставила иглу обратно. Чем хороша эта машинка? Она платинами зажимает все так, что вон оно, не вытащите. Все зажато, ничего не нужно держать. Беру следующую иголку, так вот эта была. Беру следующую в любом месте и линейкой оптовой всех сдвигаю. На машинах современных, на Silver Brothers такого счастья, как один к трем, нет. Потому что считается, что это нужно только для резинок линейки. Все остальное мы будем вязать при помощи электроники или перфокарт. Поэтому там как бы производители решили, что не нужны машины. А если по поводу 150-х, там вообще какая-то беда, потому что для них найти декеры, для них найти дополнительные линейки просто невозможно. Девчонки страдают. Кстати, если кто-то знает, где можно найти декеры и такие большие, и линейки для 150-ки, то есть 6,5 на иголках, напишите. Потому что девочки действительно страдают, не найти. Мы поделимся. Да. Мы просто выложим всем информацию, где можно найти. Ну, так как на YouTube ссылки не получатся, пишите в личку, я отправлю по рассылке всем, кто. Вот. Так вот, сдвигаем на одну пугу, провязываем по своей четыре рядом. А, я же все начала говорить и говорю, и как это, одно, другое, и забыла сказать. У меня с собой сейчас нет, к сожалению, потому что я не дома, я купила себе для Сильвера дополнительные линейки, но для третьего класса. То есть там между... Ну, в четверг покажешь. Да, в четверг покажу. Такие же линейки, пластмассовые, только белые пластмассовые, но они в два раза шире. И вот там можно и вот такое вот найти, такое удовольствие, то есть там линейки в два раза больше. Поэтому у меня есть набор из шести линейки, в отличие от практически всех, кто имеет стандартные линейки. Не могу сказать, что мне это нужно каждый день, но в случае, если мне придется вот так вот отбирать иглы в нестандартном варианте, то это гораздо приятнее, чем каждый раз двигать руками. Руками можно ошибиться. Линейка, если она есть, выставляет иглы оптом, и ошибка практически исключается. Ну, вот такой вот узор, сдвигаем в одну сторону. Если вы вяжете, как у меня, направленного, разного направления, то есть одна в одну сторону, одна в другую. Но те, кто вязал носки, они отработали и направо, и налево, и налево. Должна сказать, вы сейчас делаете сдвиг в одну сторону, когда вяжете второе полотно, вы сделаете сдвиг в другую сторону. То есть вы сдвигаете, выдвигаете иглы наоборот, справа налево. И тогда у вас получается сдвиг симметричный. Вот этот узорчик, вот он. В принципе, для отработки, для расчета много не надо, потому что полотна небольшие, и так вот он выглядит. Я думаю, что понятно, раз вопросов нет, то, похоже, все понятно. Какие вопросы? Они же не вяжут, сидят. Они сидят и не вяжут. Но, с другой стороны, мы и не хотели, чтобы вместе с нами полиция, я говорю, что мы сами понимаем, что она не сильно нужна. Но если вам в голову придет кому-то подарить, то в симметричном настроении тот человек будет, да, положит ее на вид на место, будет фоли-тиллеить, всем показывает, но носить вряд ли будет. Ну, потом, если требовать от вас, чтобы вот они, сдвиг этот идет, если бы мы хотели, чтобы вы вязали вместе с нами, мы бы начали вязать эти полотна здесь вместе с вами, а не заранее, чтобы не тратить время ваше. Потому что у меня, сколько там, 40 петель на, 38 петель на 90 рядов, и так два раза, ну, зачем вам этот час сидеть и смотреть на это? То есть это тоска тоской. А Виктория говорит, больше интересно, как вы ее соединять будете. Вот это самое, да. Ну, чтобы я показала вам, как соединять, нужно сначала показать, как ее вязать, потому как соединяем, а вяжем. Это мы две штуки связали, а что еще там? А еще там была рюша, вот мы рюшу. А если у нас есть вот супер внимательные... А вот эти? А сначала эту, потом... А, 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 хорошо, давай. Не-не-не, сначала соединим. Ну, хорошо. Я думала... Так, тогда, тогда отложим рюшу на последок. Сейчас будем соединять, и правда, я что-то заговорилась за... Это у тебя от перфоратора. Ой, слушайте, да, перфоратор – великая вещь. Вынос мозга абсолютный. Наталья, так переживает. Вот нам, тем, кому мозги не сверлят, не понять. А музыкальная шкатулка – это, конечно. Не, ну, понимаете, уже вторая неделя каждый день, вот они где-то с полдесятого и до часов до шести, до семи, и целый день сверлят, не переставая, это очень тяжело. Это действительно музыкальная шкатулка, которая с ума сходит. Человек, который с перфоратором, я его представляю... Убийца? Нет, не убийца, а вот у меня такое ощущение, что это не человек, который делает ремонт, а вот я вижу, что он, знаете, извините, с дебильным лицом, вот просто делает... Его совершенно... Его это не трогает. Его это не трогает. И вот я и представлю, что он созидает, я не могу, мне кажется, что это вот действительно человек, который мне этим заняться, и он вот... Разрушитель, я бы сказала. Да, разрушитель, причем вот абсолютно безэмоциональный, такой вот, не в себе немножко, и вот в итоге я сама тоже становлюсь немножко не в себе, и все это очень в таком вот неприличном формате. Я книжку сейчас тут прочитала, там была военная, военная академия, нападающие, это элита, потом, точнее, ведущие, это элита, потом нападающие, и третья каста, это разрушители. И вот разрушители их специально воспитывают в жестокости и унижении для того, чтобы они все мстили. Вот, и за это они берут перфоратор. И они поэтому спокойно держат перфоратор, как это, двуруко-ручный меч и прочее. Так, вот у нас две детали, сейчас мы будем с вами их соединять. Соединять для начала, делаем отделку. Ну, понятно, что это рукавичка, понятно, что двойная, мы тут сильно плететь наводить не будем, сейчас мы будем их... Надо увидеть в нем художника. Понимаешь, я уже не в состоянии. А понимаешь, а вот, как говорил великий мастер, чтобы сделать статую, нужно просто взять и отмечать от мамы все лишнее. Вот он и оттекает от стен все лишнее. От твоего дома, от часть магазина. Да, лишние стены, и прямо там, да. Хотя-то представляю, как эти стены складываются в итоге, там как уж очень много там лишнего. Так, как мы соединяем? Берем деталь и просто вот здесь у меня 38 петель, я складываю каждую петлю, надеваю на каждый угол по две петли. То есть я складываю пополам, вот так вот, делаю присборку в два раза. Тупо, 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 тупо. Вот самым тупым образом никаких тут суперсекретов нету, ничего вот разы такого. Очень-очень тупо в два раза. Я, когда вязала, оставила открытые петли сверху, вот, не стала их закрывать, для того, чтобы не утолчать. Потому что я знаю, что мне все равно придется делать надвязку сверху. Если этого не делать, то закрыть косичкой, потом это все утолстить, ну, не нужно. А так все очень просто. Открытые петли есть. И поехали. Надеваем по две петли на каждую углу. Сначала одно полотно, потом второе. По идее, я должна вот на эти 38 петель и выйти, надев оба полотна. Вот у меня вопрос. Давай. Вот смотри. Я попросила тебя написать видео о Неве-2. Так. И попросила тебя выразить свое мнение. Мнение твое об этой машине было положительное. Очень положительное. Я публиковала это видео. На одном из порталов поднялся шквал. Шквал просто. Что ни в коем случае лучше поднакопить денег и купить хорошую машину. Вот что ты можешь про это сказать? Не, ну я согласна в чем-то. Не, вот представь себе, к тебе пришла девушка и говорит, научите меня вязать на машинке и скажите мне, что купить. Вот что ты ей скажешь? Сколько у вас денег? Больше 50? Я с этого, я на самом деле каждый раз вопрос такие вот, это корректно, вопрос некорректный. Вот что мне купить? Все складывается из двух позиций. Первое, сколько вы можете денег, средств на это выделить, на покупку машины. Второе, или каких целей вы эту машинку хотите иметь. Потому что если вам только носки и рукавицы вязать, причем толстые, зачем вам компьютерный сервер, объясните. Который стоит там со всеми этими примочками, столиками, книтами и каретками, там по 200 тысяч можно выйти. Вам нужно, сколько вы носков купите на 200 тысяч. Это первое. Второе, если вы хотите вязать супер-жаккардовые платья какие-нибудь, там вас перфокарты не спасут, вам реально нужна двухфонтурная машина. Это же вопрос, тут открытые петли с обоих концов? Нет, нет, со второй нету. Ну мы начали просто. Начали просто любой начал, потому что это... Можно было закрыть, можно было не закрывать. Можно было не закрывать, но на самом деле сюда мы пойдем зашивать внутрь, поэтому вот как наберете. Делайте обвив, то есть у вас все равно, если машина, как у меня, с ручной прокладкой обвив, если у вас машина с бросовой нитью, вы все равно каким-то образом делаете начало. То есть либо бросовая, либо открытые петли, либо тот же самый обвив, покатушечный или как вы привыкли делать. Так вот, про вязальную машинку. Вот знаешь, я могу провести аналогию. Я, например, когда у меня летом есть свободное время, я решаю, что надо бы мне пойти порисовать. Вопрос, какую я ставлю задачу? Ставлю ли я задачу, что я буду великим художником? И сколько я могу в это денег вложиться? То есть если я абитуриент и собираюсь идти учиться в художественную академию, то, наверное, я буду в это вкладываться. Если я думаю, а не попробовать ли мне стать великим художником? Вот я считаю, что мое дилетантское мнение, что когда человек приходит и говорит, я не умею вязать, какую мне машину выбрать, говорить ему, выбирай лучшее из того, что ты себе можешь позволить лучшее. Знаешь, как говорят, ездить на Мерседесе совсем не то, что ездить на Запорожце. Наверное. Да, но учиться ездить на Мерседесе сразу и на Запорожце, наверное, никто не хочет своему ребенку дать, чтобы он учился ездить сразу на Мерседесе по всем этим фонарям и по всему остальному. Наверняка он ездит на какой-то машине попроще. У него инструктор на Жигулях его где-то накатывает. Потом небольшой опыт, и вы приобретаете себе уже, понимая, для чего вам нужно. Может, вам не дорожник нужен по каналам на дачу ездить, а может, вам паркетник нужен на работу себя возить, себя красиво. То есть вы уже выбираете машину, может, вы доски будете на дачу возить, а вам тут что-то мелкое предлагают. Вы уже по своим потребностям, когда понимаете, для чего. То же самое с машинками. Но на самом деле на том ресурсе по всем вопросам, очень агрессивной дамы, то есть там выбор с такой энергией, что потом удивляешься, как люди вообще живут с таким восприятием мира. Ну, потому что они не работают, и у них вот как бы некуда… Все проблемы от безделия, абсолютно. Вот смотри, вот смотри, когда человек бьет перфоратором, у него столько энергии уходит. Вот может быть, у тебя тоже мамочки сидят дома и перфоратором бьют, чтобы только не сойти с ума от безделия. Но они могут не перфоратором, они своими словами, как перфоратором. То есть они вот выражают, да, эмоции должны выходить. На самом деле, в принципе, где-то это можно понять. И когда ты как-то застаиваешься, у тебя эмоции тоже застаиваются. Вот некуда их выкидывать. Вот они там кучкуются и, значит, друг друга поддерживают таким как-то в тонусе. Подбадривают, да. Да, вот они так себя вот… У моей мамы соседей на протяжении 20 лет изо дня в день постоянно работают перфоратом. Что можно ремонтировать на протяжении стольких лет? Пришли к выводу, что он дома работает. Ну, наверное, статуи делают. Что же он еще делает? Ну, не метрушку там прокладывает у себя удаленно. Я уже не знаю, но какое терпение надо, чтобы терпеть там на протяжении многих лет? Это очень тяжело, очень. К этому, наверное, можно и привыкнуть, но не знаю. Так, вынимаю катушку уже не нужную. И все. Марина пишет, недавно встретила видео, где парень с помощью шуруповерта и саморезов создавал шикарные портреты. Вот мне Марина прислала, говорит, наверное, он это делает. Я не сомневаюсь, потому что там не шуруповерт, а там перфоратор, да. Причем не такой конкретный. Вот Наталья Бобилов спрашивает. А я не поняла, какие петли вы навешиваете? Открытые. Ну, у тебя второй. А ты обе уже навесили? То есть у нас есть две детали с открытыми петлями поверх. То есть я когда закончила вязание, оставила деталь. Вот я делала, делала, делала на вязание. И вот у меня открытые петли сверху. Я их сняла, набросываю. И у меня две детали симметрично на открытых петлях. Точно так же изнанкой к себе. Все стандартно, как оно все висело. Только обе детали рядышком надеваете. По две петли на каждую иголку. И у вас получается то же самое количество петель, как на одной детали, только они надеты рядышком обе. Сейчас я тут добываю брусовую нитку. Она застряла. И затянула. И снимаю брусовую. Одним движением, как мне это нравится. То есть мы два полотна получили подряд. Да, рядышком два полотна. Они висят на том же количестве петель, что и одно полотно. Потому что две петли на одной игле. Все. Людмила говорит, шикарно. У вас ключочек для надежной петель. Это шильца. Да, он продается и продается. Можно купить отдельно. Не у всех есть. Кстати, на самом деле это совершенно необычный, необыкновенно полезный инструмент. Потому что под углом. Не так, как обычно. К сожалению, в современных машинах считается, что это не нужно. На самом деле я могу сказать, что у меня две вещи от Невы лежат на полочке Сильвера. Я им пользуюсь регулярно. Это подниматель язычков и вот эта шильца. То есть без них я вообще не представляю вязание. Почему не комплектуют современные машины, я не понимаю. Мне кажется, это очень удобно и очень нужно. А я тебе объясню, почему. Потому что там вяжут жаккардовые каретки и прочее. И там уже все в автомате. Уже как бы не до тебя. Проще срезать петель, вырезать из полотна, из прямого полотна, в котором жаккарды, вырезать этот кусок, обойти его, обметать на верлоке и прочее. Ну там все, да. На самом деле, почему линеек нету таких наборных? Почему нету минимальный инструмент? Почему нету декеров большого количества? Во-первых, чтобы покупали. А во-вторых, потому что действительно считается, что эти машинки вяжут только при помощи книта и электроники, а вот эти все ручные пересадки, это нежизненно. Но мы люди российские. Виктория пишет, мне в доплете такой открыватель язычков достался. Вот только тогда его оценила. А в доплете-то щеточки? В доплете нет, там в доплете тоже нужно открывать. У нее щеточки, но штука очень полезная. На самом деле. Можно оценить тогда, когда у тебя есть. Когда у тебя нету, ты его даже не оценишь. Я выходишься без этого, да. Так, и вяжем, вяжем, вяжем на своей выбранной плотности. То есть я вяжу на самой рыхлой. Я не буду вязать тугую, или наоборот потуже. Рабочая плотность на этой нитке семерка. Вот я вяжу двойную планочку. То есть я вяжу вот на глаз. Но главное посчитать, потому что мне такую же деталь придется вязать с другой стороны. Вот я сейчас буду старательно считать, сколько же рядов я провязывала. Ты явно хочешь что-то сказать. Ну, девчонки пишут, а тебе сколько рядов вязать? Вот я провязала 10, еще рядов 15 провяжу. Ну давай вяжем, я потом прочитаю. Ну, 24 ряда я провязала. Сейчас сделаю планочку, будет 12. Я думаю, что этого достаточно. Если вы хотите, вы для себя можете сделать больше. Так, 12 рядов. У нас будет подгиб, потому что я делаю сейчас подгиб с верхней части. Значит, Инна пишет. Какой-то стоматологический инструмент напоминает твою шильце. Напоминает, да. Ковырелка у стоматолога похожая. Но вот эта длинная. Я на самом деле люблю покороче. У меня дома более короткие. Но здесь они разные же бывают. Поэтому вот такой. Татьяна пишет. По мне лучше не во 2 или 5, чем сильвер 150. Ему страшно подойти, он весь из пластика. Так вот, здесь весь вопрос-то состоит в том, что если вы новичок, вот абсолютно новичок, понимаешь, вот иногда людям просто вот как бы хочется поговорить и сказать, что я изучила вопрос, я выбрала среди опрошенных человек, который дает рекомендацию. Обычно у него только одна машина. И он пишет, что у меня бразерс такой-то, вот такая роскошная машина. Правильно, каждый хвалит то, что он понятно. Но когда вы купите, вот как Виктория, она там уже, я не знаю, сколько этих машин сменила, ее можно про все эти машины спрашивать, и она уже знает их плюсы и минусы. Если вы слушаете рекомендации человека, у которого одна машина или две машины, и он сравнивает… Или который вообще не вязал, что чаще. Бывают и такие. Нет, ну правильно, она дает рекомендацию, чтобы накопить, купить хорошую. Такую рекомендацию там дают нам. Вот там сервер, а вот у меня там с тремя каретками. Вот как бы беды не знаю. Так вы к этому ко всему пришли не сразу же. Вы же наверняка это покупали постепенно. Но очень часто получается, что новичок, который покупает этот 840-й сильвер, пусть даже он, может быть, и не за 200 тысяч достается, но он действительно пластмассовый, его страшно. Его дёрнешь там. Ну, не скажу, что… Не, на дачу привёз, он у тебя разошёлся весь. И ты начинаешь мастера искать, как его настроить. То там не зажал, то там не зажал. Понимаете, нужно всё-таки начинать действительно с чего-то попростого. Когда ты не боишься эту машину сломать. Потому что вопрос, а сколько у вас есть денег и что вы можете купить, вот я говорю, это сродни тому, что позволите ли вы сломать себе вот свой первый Мерседес или Порше или ещё что-то. Я думаю, что вряд ли. Наверняка, даже папы, у которых есть деньги, первую машину ребёнка покупают попроще. Потому как знают, что наверняка через месяц она будет вся в аппетитах. Битая, перебитая. Битая, перебитая. Так, закрываю. Марина говорит, что Шильца на Алиэкспресс, и сразу же девочки говорят, ссылочку в студию присылайте. Вот Шильца не видела, крючки там видела, Шильца, честно говоря. Присылайте ссылку, если будет, мы обязательно по рассылке нашей посиделок обязательно вышли. Потому что, честно говоря, вот Шильца я там не видела, только крючки. Крючки, причём от Сильвера неудобные, я их не люблю. И мне девчонки, у которых есть от Невы, вот эти вот крючки, говорят, вот люблю этим пользоваться, тем, вот не могу понять, почему оно мне как бы не ложится в руку. А на самом деле всё просто. У него тело длинное, вот эта вот иголка длинная, а у Сильвера она вот такая коротушечка. То есть у неё иголки находятся далеко, две фронтуры, и вот этим короткой иголочкой пока натыкаешь, ещё и толстенькая основа, ну, не могу сказать, что всё продумано и хорошо придумано. То есть то ли они железо сэкономили, то не знаю что, но длинненькая вот эта ножка, она гораздо более практична. Поэтому и Шильца... Ну, это же инструменты, которые от Северянки, от Невы, которые у нас можно купить. Да. А на Али там действительно... Там только, там только, да. Нет, так они в комплекте идут, то же самое. Светлана пишет, пользуясь своей Северянкой-Запорожец, научусь вязать... Северянкой, то есть это как Запорожец. Да-да-да. Научусь вязать, пересяд на вязальный Мерседес. Первые носочки номер три уже связала. Ну, правильно, вот я считаю, что... А для того, чтобы пересесть на Мерседес, нужно набить руку, чтобы... Я вам хочу сказать, что вот этот Мерседес, на который вы хотите пересесть, он не так прост. И когда вы получите себе эту машину, поставите ее вот себе на стол, увидите этот космический аппарат, можно испугаться, потому что все не так. Он сложный, он большой, он... Вот к нему тоже нужно приноровиться и привыкнуть. Когда вы привыкаете, вам без разницы. Мерседес, БМ, вообще какая разница, на чем ехать. К новой педали нажали, поехали. Но пока вот этот процесс привыкания... У меня девчонки многие достала, поставила на стол, посмотрела, убрала обратно. Страшно. Вольно выглядели. Слушай, все, кто к тебе приходит вязать, учиться, они все боятся. Вот какая бы у них машина ни была, они все ее боятся. Поэтому больше боятся дешевые машины, чем дорогие. Да, но как только вот они повязали немножко, опыта набрали, достали машину, устали вязать. Сильвер купила через полгода с начала обучения. И у меня игольница железная. Она в Сильвере железная? В железной игольнице, да. Виктория пишет. Да фиг с ним, сколько денег есть, чтобы купить. Сколько у вас есть финансов? Вопрос ведь, сколько у вас есть финансов для обслуживания и поддержки? Потому что, да, инструменты, все эти запчасти для Сильвера и иголки, даже одна иголка сколько там стоит? 50 рублей. 50 рублей, да. И поэтому, когда вы их ломаете на этапе обучения, то ну как-то вот жаба сильно душит. Все время стоит вопрос, не проще ли пойти эти штаны купить, чем с назад? А когда каретка ломается, это вообще катастрофа. Это просто катастрофа, потому что, во-первых, найди мастера, а во-вторых, стоит эта каретка, как хорошая машинка. Ольга пишет. Я вместо ШИПС купила мне техники и инструмент для лечения зубов. Они есть как иголочки, с одной стороны. Плоские с другой. Мне понравилось. Ну такая железненькая, тяжеленькая. То же самое, только она тяжеленькая, а это легкая. И такая вот здесь пластмасска, а там все-таки она холодильник. Нет, какая разница. На самом деле, вот это и есть вот эта вот штука, которая очень похожа. Тоже остренькая, но не такая, чтобы пальцы царапать. И не рвать нитку, потому что есть совсем острые иголки, они будут рвать, цепляться, это уже нехорошо. А вот это в меру тупое. Чистить удобно машинку, к тому же. Анна пишет. Очень боялась, очень мало нормальной полезной информации про машины. Знала бы, не покупала бы дорогую. Боялась полтора года к ней подойти. Ну вот, мы же знаем. Мы про то и говорим. Мы знаем. Так, Марина пишет. А у меня шайбочки малюсенькие, на тысячу рублей потянули. Вот дорогая машина. Мерседес. Елена смеется. Мерседес. Ха-ха-ха. У меня Нева два. А тут получила Неву пять. Косос. Смотрю на нее, не зная, что с этим делать. Ну, слушайте. Двойку освоили, пятерка по аналогии. Пятерка по аналогии. Это как второй ребенок. Да, что с ним делать? Вот то же самое. Берете и делаете. Делаете, да. Рычагами на каретке щелкать, как Виктория пишет. Совет такой. Так. Надежда пишет. Это точно. Вязала очень много на Неве. Шесть, на Тойоте. А когда сестра купила север двухфантурный, то два года круги наворачивала вокруг. Но нужно же, кажется, потихоньку начинаю осваивать. Ну, чего делать? Ну, да. Александр говорит, а я люблю дорогие машины сразу. Ну, знаете ли, мы все любим красивые машины, дорогие машины. Я не думаю, что вы купили сразу эту машину, вот как только пошли учиться и купили сразу дорогую машину. Сомневаюсь. Немножко набрались опыта. Кто-то может и продолжиться. Вот купили дорогую машину, естественно, вы будете учиться на ней. Вариантов никаких нет. Может быть, это и правильный подход. Учись на том, на чем будешь вязать. Но изначально, если вы даже не представляете, будете ли в принципе вязать. Так. Что мы делаем? У нас с одной стороны, видите, вот готова конструкция. Мы должны сделать с бачка, со второго, то же самое. Слева, справа, вообще без разницы. В данном случае выбираете. Вот, ну, как легло, так легло. Буду делать с этой стороны и другим цветом. Поэтому на том же количестве игл разворачиваю вязание изнанка к себе. Вот эта часть у меня уходит сбоку. Вот эту часть я надеваю половину игл на одну часть, половину на вторую. Для этого делю пополам. 6, 7, 8, 9. 38 делят на 2. 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это 16, 17, 18, 19. Да? 38 делить на 2. 19. 19, 9 на 2. 9 с половиной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 с половиной. Вот, вот. Передам. Не поделить. Так, главное не перепутать. Надеваю. Ну, девушки, не забываем ставить, делиться в соцсетях и ставить лайки, если вам нравится. Если вам не нравятся дизлайки. Нам все равно приятно, что вам не лень поднять палец и не просто сидеть, смотреть, а все-таки и принимать какое-то участие. Вот, как деткам говорят, подняли пальчики, подняли пальчики, пошевелили, указательный пальчик вперед и нажимаем кнопочку. Нравится. Как детям в школе, да? Обязательно нужно сказать, что нужно сделать. Потому что вы сидите и переписываетесь тут и рассказываете, как у вас тут это, какие машинки, какие, куда и болки, в рабочее положение, в нерабочее положение. Надо все-таки с ними вязать, потому что они сидят и просто болтают. Не, ну пусть поболтают. Где еще поболтать? Нет, представь, что все такие замотанные, приходят с работы. Зачем? Чтобы поболтать с единомышленниками, не со злобными мамочками, которым некуда энергию девать, а с теми, кто творит, кто сам вяжет. Мне тут обещали в коллекцию подарить буковинку. Я теперь жду наиграю. Вот, знаешь, это... А у меня пятисотый Мерседес. Ну, пятисотый... Ну, и ладно. Ну, и ладно. Ну, как ты... Ну, как ты не понимаешь, что пятисотый же? Ну, пятисотый же. Ну, и что? Слушай, ну, у тебя есть 499? Вот у тебя сколько? Один? А у меня 500. Понимаешь? Вот Виктория, вот она из этой же серии коллекционирует. И она же рассказывала, что у нее дома поставить негде. На кухне там где-то пристроено. Вот, Виктория, выиграетесь? Будет с мужем проблема-то? Да, вместо супа ему машинкой, да? Нет, у меня две машины, как бы я... Поскольку человек, не вяжущий на заказ, я знаю, что если бы я вязала на заказ, ну, тоже, не знаю, оставила бы я доплету или нет. По большому счету, надо оставлять то, что реально нужно. Вот это то, до чего мы дошли. Я сразу купила сервер 840-й. Училась сама по диску, приложенному к машине. Думала, умру во время обучения. Если бы не была такая дорогая, выбросила бы со злости в окно, а дорогую жалко. Ну, девочки, давайте вот кто у нас в мастер-группе. Вы пробовали учиться по дискам? Либо же вы сразу же пришли к нам в мастер-группу. Вот напишите, кто пытался чему-то там научиться, сколько вы сил на это потратили, сколько вы в мастер-группе, за сколько времени вы в мастер-группе и каких успехов достигли. Потому что я, например, вот по дискам очень тяжело, ну очень. То есть я предпочитаю даже компьютер освоить или что-то. Я ищу какую-то группу, где мне то же самое расскажут, вот что в книжке написано. Но я воспринимаю на слух и на видео гораздо проще, чем… Ну, я хочу сказать, что диски обучающие, они очень сухо написаны. Там переписана инструкция, без нюансов, без каких-то моментов. То есть там сухо прочитали инструкцию. Вопрос. У тебя какая-то ситуация, которая не объяснена здесь. Либо она, как это… А теперь смотрим в алгоритме, да, 101 вариант выхода из этой ситуации. А у меня 102 вариант. А у меня 102, и я не знаю. Нет, вот для того, чтобы понять, что какой у тебя может быть вариант, ты должна сначала предварительно эти 100 вариантов изучить, а потом проанализировать, а какой у тебя из этих 100 вариантов и найти, на какой странице он написан. А он не написан, потому что… Я уж когда покупаю какую-то технику, ох, это мучение читать эту инструкцию. Ну, у нас еще нет культуры чтения инструкции, вот хочу тебе сказать. Мы не привыкли. Мы берем и сразу начинаем вязать. У меня девушка одна есть. Вот она пристает ко мне со своей машинкой. Я тоже очень не люблю такой подход, когда мне кидается вопрос. Я не пропускаю, я обязательно отрабатываю. Я ищу информацию, я смотрю, какие там проблемы. Я как-то отрабатываю. Посторонне девушка не своя. Но раз мне задан вопрос, я хочу человеку помочь. Она вот завязала в этой машинке. Машинка необычная какая-то. Я задаю вопрос, ответа нет. Ответа нет, ответа нет. Через полмесяца кидается мне следующий вопрос. Она тот, вот как не было… То есть она и забыла уже. На Бразере, Галина пишет, на Бразере намного проще и лучше. Я знаю много визионщиц, которые продали Сильвер. Сильвер купили Бразер. С тех пор всем советуют Бразер. Ну, девочки, здесь же вопрос, что они бросили Сильвер и перешли на Бразер, потому что, вот я считаю, что у них уже был какой-то опыт. Потому что если бы они купили Бразер, и вполне возможно, что они бы его бросили и перешли на Сильвер. Вот у кого есть Сильвер и Бразер? А вы знаете, сколько девчонок бросают машину и покупают Ниву-2? Потому что, как они говорят, так хорошо показывают, что эта машина сама вяжет, покупают Ниву-2. Если бы я все показывала на Сильвере, да, действительно, он как здорово и держит, и вяжет, и все делает. То есть это все дело привычки. Я считаю, что просто момент настал, когда количество переросло в качество. Вот они тыркались, тыркались, и потом начали понимать. Наталья пишет, а я пробовала, даже в индивидуальные уроки брала, а потом все равно пришла к вам. Я могу сказать, что я сама давала индивидуальные уроки, и с некоторых пор я это перестала делать, потому что эффекта ноль. Анна пишет, я прорывала, ходила на дому, и только сейчас у вас начинают понимать что-то. Елена, я именно свою машинку по диску изучала, разобралась, но вязать, конечно, по дискам не научишься. Ну, Елена, уже там на седьмом курсе, да, вот сейчас шестой заканчивает. Если бы было все просто, наверное, бы все бы вязали так. И индивидуальные уроки, да, я могу сказать, как проходят индивидуальные уроки. Приходишь и начинаешь отрабатывать свои два часа. У меня была девушка, которая говорит, будем учиться, пока как-то поперек не встанет. Тамара Шпен говорит, у меня был Бразерс, продала и купила Сильвер. Вот так вот. Поэтому, знаете, то, что, поэтому говорить, что проще или лучше, вот неправда. Весь вопрос только в том, сможете вы научиться или нет. Есть у вас кто-то, кто вас научил или нет. Вот какой вас научат, та вам и будет хороша. Поэтому ходить по интернету и слушать, чтобы Бразерс лучше, они примерно одинаковые. Только одна может быть более шумная, вторая там менее что-то такое. В общем, машины практически одинаковые, практически одинаковые. То есть у них минимальная разница, но это дело привычки. Кто-то любит Мерседес, кто-то любит... Анна Боря, да я это все начало пропустила. Вот каждый раз караулю, караулю. Когда все вместе домой приползают, какие тут посиделки. Ну, сейчас я немножко пошумлю. Ольга Лукошнякова, большое спасибо. Ты сейчас покупала, и я диски. Но их преподавание и ваше, небо и земля. И я не жалею, что пришла к вам. Спасибо. Сейчас, 19-20. На самом деле диски это сухая инструкция. Инструкцию вы и так можете прочитать, там ничего не понятно. У нас... Ну, на самом деле, почему она отличается от дисков? Потому что я сама это все перерабатываю и с нюансами показываю. То есть я знаю, что какие-то подводные камни. Потом все равно даже при таком подходе я не могу учесть все вопросы, все возможные возникающие проблемы. Марина пишет. По инструкции пыталась полгода. За полгода связала детский костюм. А потом она посиделка за месяц, навязала больше, чем сама за полгода. Да. И заметьте, вам вообще без разницы, на какой я вам машинке показываю. Ни разу у нас на посиделках не возникло вопрос, что почему не на бразере... Почему не на бразере, да, да. Все понятно. А на бразере-то попроще, как она будет связать эти рукавицы. На бразере попроще вывязать верхнюю часть. А нижнюю часть попроще вот на этой машинке. Не сравнимо. Я не поняла. Второй раз, какие части квадратиков надо надеть на иглы. Вот вторые рядышком. А вот эту, да, давай. Вот. Надели одну, провязали. И соседние. Вот. Так, чтобы у вас вход в эту рукавицу был рядышком. То есть вы эту уже ввязали и разворачиваете вторую вот таким вот полотном. Вот оно. А внизу вот эта вот часть рядышком находится. Ой, что я делаю там? Я уже закрываю. Мне шикарный бразер. Но его тоже у девочек приобрела. Уж очень хочется интарстей провязать. А вообще, что вы на ней показываете, это волшебство. Ну вот. Любая машинка будет вязать, любая машинка будет ездить. Вот как вы с ней будете обращаться? Перпендикулярные, да, перпендикулярные. Да, 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 вот рядышком. А вот эти два длинных хвоста у нас остаются вот они, в таком раскрытом виде. Сейчас я это все сниму. Потому что мне или так поставить, или так никак. Галина говорит, а я не могу на бразере, после бразера на Ниве два вязать сложно с платинками. Мне лучше бы интарстей на бразере, чем на Ниве. Ну, здесь же вопрос привыкания. Вот мне кажется, наоборот, платинки, это действительно много. Многие ради платинок, потому что оно само держит. Вот оторвите вы от нее, вот я начинаю дергать, вот изо всей силы дергаю, это невозможно. Стол скорее свалится, чем эта машина отпустит вязанное полотно. А на машинах с нитеводом оно само слетает, даже просить не надо. Тоже вот для тех, кто вяжет на платинах, перейти на грузики очень сложно, это невозможно. Сколько рядов подбирать? Как хотите, у меня 24, делим пополам по 12 рядов. Но это моя нитка. Ну, здесь вопрос пропорции. Вот вы вяжете ту, которую вам надо. Какую хотите, на самом деле хотите, может вообще длина. Ну, вообще, проще бы вообще резинку вязать. Ну, как проще бы, побыстрее все-таки вот это. Не, если бы двухфантурка. Ну, двухфантурка, там, конечно. Ну, я же не про это говорю. Если бы ты дома вязала, то ты бы на двухфантурах связала. Возможно. Ну, так и все. Она была бы лучше и в обтяжку, и облегает. Да. Ну, поскольку посиделки у нас. Второй раз навешиваем тоже по две на одну иглу. Второй раз вот этот край, вам тяжело по две на иглу. Тут нет петель. Поэтому просто делайте жирную такую присборку. Вот, присобирайте. Потому что фанговые края по две на иглу очень толсто будет. Просто делайте хорошую присборку. Виктория, грузы добавляют чуть внимательности, но не ужас-ужас. Ну, конечно, не ужас-ужас, особенно если вы привыкли к пятерке. Мне после Невы было очень тяжело переходить на Сильвер именно с этими грузиками. То есть все ничего, но грузы, они меня выматывали. Потому что я знаю, что машина держит сама. Что от нее хотеть-то тут? Нет, ну у тебя одна машина была сама держит, вторая машина сама держит. Да, у меня была доплета сама держит. Это было очень тяжело, конечно, на Сильвера. Мне было очень-очень это нравилось. Мне очень это нравится. Евгений пишет. Я стала вязать на машине только благодаря школе Натальи. Тоже полгода со страхом ходила вокруг. Ну, вот посиделки они направлены на то, чтобы страх убрать. Если вы свяжете квадратик, то, наверное, потом и вам уже и кружочек. И заметьте, я же никому не рассказываю, как вязать квадратик. Я показываю на своей замшелой этой Неве, и вы на своих браздерах-сильверах прекрасно все повторяете. Никаких вопросов. Ну вот наш принцип такой, что надо втянуть в этот процесс, чтобы вы перестали думать, как это страшно. Потому что если вы не боитесь этого, то вы просто даже не обращаете на это внимания. А поэтому вяжем ненужные вещи. Потому что ее не страшно, вообще не страшно. Игрушки эти детские. Когда подходит ребенок, собака, дай мне эту собаку, мам, сейчас, сейчас бацаем, сейчас будет собака. То есть вообще страха нет, эмоций вот этих отрицательных. И раз собака получается, а что бы не связать еще что-нибудь? Вот эти ненужные наши мелкие вещички именно на это и направлены. Как показать, что все очень просто и вы прекрасно справитесь с вязанием с машинкой. Я когда училась, серфила интернет. Помню первыми более-менее приличными изделиями был носок и варежка овечка. Помним мы вашу овечку. Помним мы эту, помнишь белые рукавички овечки? Я помню, я ужасалась. Это свои рукавички овечки. Как когда-то вот этот взгляд, жуткий взгляд. Да, еще глазки, когда вставили, глубоко запавшие глазки, мои овечки. Ну, слушай, ну, ну, а сколько народу, между прочим, сколько народу ее купило, страшное дело. Потому что потеря удивительной овечкой, да, необычная. Тамара пишет, а у меня вечно грузы падают. А Наталья говорит, главное, чтобы не на ногу падали грузы. Очень даже на ногу, да, очень даже на ногу. Особенно, когда вязание свисает там где-нибудь пониже. Например, садишься так, не глядя, там между двумя фонтурами эти грузы висят. Вот они бабахают. Я тоже вспоминаю соседа с перфоратором и извиняюсь перед нижними соседями. Простите, простите. Я сейчас ногу прошла, про военную академию. Так вот, там случилось такое, что детей перевозили с одного места на другое. И, значит, они попали там под обстрел. В общем, кого-то там поцарапало и прочее. И они маленькие, напуганные. Хотя они военные обязаны, но они 5-7 лет, маленькие, значит, дети. И вот, значит, оказалось, что рядом была одна из воспитательниц, которая, в принципе, занимается этими детьми. И вот она к ним приходит и говорит, как было страшно, как было страшно. А рядом с ней эти военные, вытаращив глаза, слушают и говорят, как можно говорить, они же военные, как им можно говорить, чтобы было страшно. Как с ними, как с детьми нужно. А она объясняет, что если вы страх загоняете, все время внутрь и говорите, что бояться нельзя, этот страх, он останется. Если они смогут проговорить, что это страшно, они от него избавятся, и они будут над ним смеяться. И вот она их раскрепостила, и приходит, значит, этот командир, и начинает что-то там такое зудеть. Она говорит, пойду успокою его отдельно, персонально, а то он очень боится, он как-то слишком боится. Нет, страх надо проговаривать. Показывай, показывай семитентальную. И я думаю, что никто не понял смысл вот этой красоты, что мы с тобой делали. А сейчас мы покажем. Вот он, смысл красоты. За счет того, что мы с вами сделали сборку, у нас получилось чистейшее сердце. Потому что обычно, как делают, по квадрату, по бокам, вязали, получился квадрат, а у нас сердце получилось по форме. То есть мы немножко изменили структуру, изменили форму, и теперь у нас как раз время на то, чтобы вязать, соединить вот эти части. Вот то, что у нас остается. Мы решили уж сентиментально, так, да, да, до соплей, до конца. До соплей, до слез, готовьте носовые платки. Да, будем сейчас рыдать, рюшки привязывать, и в общем все дела. Ушки на рюшки, рюшки на рюшки. Ну, действительно, напоминает сердце с кровеносными сосудами. Да, вот такие подробности. Да, вот такие подробности, да, не могу я с соплями прояснить. Когда мы обсуждали, я говорю, и главное, чтобы был белый, чтобы было похоже на это, аорты выходящие. То есть с кем вы работаете, с кем вы хотите иметь дело. Да, вот такие вот ужасные. Ой, какая прелесть, правда, на сердечко похож. Да, и вот это сердечко мы сейчас запорим рюшками. Рюшка выглядит вот так. То есть вот, 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 вот она вся загнутая, загнутая. Я, честно говорю, вязала ее перед уроком, поэтому не успела брать нитки. Поэтому нитки уберем по факту. Слушай, а что, хвосту нельзя было в другую сторону? Она не получается или туда, или туда, как бы никак. Ну, вот, вот такая рюшка, когда мы вытягиваем, она вот такая вся. И вязывать мы эту рюшку будем. Так, с другого хвоста возьму. Внутрь. Девочки, суперлайк, значит, ставьте, нажимайте в соцсети, делитесь, делитесь. Если, если вам действительно нравится, нажимайте. Потому что мы с Натальей не просто так вот от нечего делать. Мы же действительно придумываем, чтобы было не избито, чтобы было удивительно и чтобы было интересно. Чтобы вы перестали действительно бояться. Потому что наша задача – снять страх. И если вы свяжете такую совершенно ненужную вещь, то я думаю, что все вокруг вас похвалят. Когда похвалят, вы забудете про все свои страхи. Вот, вот эта рюша, вот она такая объемная, ведь и с одной стороны она натянута, а с другой стороны она вся вот такая вот такая вот такая вот. Объемная, фактурная. И как эту рюшу измерять? На самом деле мы каждый фрагментик вяжем по отдельности, поэтому можете просто, ну, грубо говоря, тупо связали и приложили. Хватит, не хватит. Вот смотрю, сколько мне нужно для того, чтобы все-таки она не сильно-то болталась от краешка до хвостика и на загибчик и вот туда. То есть мне нужно еще, сейчас вот здесь вот она, если сложить. Два кусочка, наверное. Так, я смотрю, сколько мне остается ее провязать. Ну, даже если вы ее свяжете чуть больше, чуть меньше, она припосаживается, вы же понимаете, что не обязательно до миллиметра там мерить. Ну, вот пару кусочков. Ну, да, сейчас как раз я вам показываю, как это вязать. Так, 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 сейчас смотрю, где тут хвост. Анна докладывает, поделилась, сестре отправила. Спасибо. Так, начинайте вязать. У меня получается 7 петель, 5 рядов. То есть рядов меньше, чем петель. И каждая вот эта рюшечка представляет из себя прямоугольник. То есть 5 петель, ой, простите, 7 петель, 5 рядов. Длинненький вот такой вот кирпичик. Девочки, кто вязал? Давайте, Татьяна Васильева в чате видела, кто еще у нас вязал? Потому что это... Все, 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 молчим, молчим. Кто вязал? Давайте, рассказывайте. Так, мы начинаем с того, что набрали свои эти 7, да, 7 петель, провязали 5 рядов, закрыли. Все, вот у нас отдельный квадратик. Вот такой. Мы его берем. Или в одну сторону, или в другую. Но запомните, в какую сторону мы его разворачиваем. Вот так же изнанка к себе. Мы его поворачиваем бачком. Пусть какие твои ручки. Может, я буду мерить это все? Ну ладно, ладно. Нормально, что-то. Ладно, ладно. Так, 5 иголок достаю, потому что 7 это максимум. А узенькая часть, вот эта длинненькая, у нас как раз соответствует 5 рядов, соответствует 5 петлям, без напряга, если. И на 5 петель надеваю первую петельку, вторую. И вот это вот, за самый краешек, за бачок, за протяжечки, достаю еще 3 иглы. То есть у меня вот, простите, 8. 8. Считала-считала, насчитала себя, в общем, беда какая-то у меня с подсчетами. Твоя задача не считать, твоя задача вязать. Да, вот я не переживаю. Я не переживаю уже давно. Открой мне, я сбросила видео, да. Так, вот, 3 иглы, и начинаю добавлять. Вот, на самом деле, если у вас оттяжки, грузики, нити, вот, ничего навешивать не надо, потому что это все отлично держится вот так вот рукой. Ничего оттягивать не надо дополнительными этими крабами. Так, я перевожу каретку на другую сторону, ставлю, работаю, 5 рядов провязываю, или 6. Как пойдет, чтобы у меня нитка оказалась, ну, все время с одной стороны, короче, надо смотреть, чтобы у нас не сильно перекашивало. Раз, два, три. Так, а что ты мне нитка вязываешь? Светлана говорит, класс, я подобную варежку вязала спицами друзьям на годовщину свадьбы. Ох, и намучилась, а тут такая красота связана на машинке, и так просто. Просто, вот именно что просто. Так, Татьяна говорит, Полежаева, а мы такую гирлянду вязали на сердечке. Да, да, да. Вот так, вот, да, Любовь говорит. Вот видите, кто вязал. Да, это подобие муфты, в принципе, можно и как муфту носить, да, вот как бы вот сидеть, ручки сюда. Да, я предлагала, если... Нет, то есть мы можем ее вот так вот, вот надеть сюда и ходить себе. Сразу на стороне, да. Да, и не обязательно... Ну, тогда не надо делать квадрат, тогда прямоугольничек сюда делай. Потому что квадрат это будет слишком широко. И так, вот, закрываем. То есть каждый квадрат у нас вывязывается по отдельности мы. Поэтому имеем возможность примерить, потому что, в принципе, она не сильно-то и деформируется. Вот что связали, то у нас и получается. Рюшки эти не... Главное, чтобы не была мала. Если она велика, очень хорошо. Их присобрать можно. А вот, ой, растянуть гораздо сложнее. Так. Вытянули. Так, вот я ее сняла. Вот как сняла, никуда не деваю, никуда не разворачиваю, чтобы не потеряться. Тут же ее на бочок и на пять иголок наделаем. На самом деле, если вам пять иголок не подходит, пробуйте свои варианты. Здесь очень широкую вязать не стоит. Просто потому что рукавица мелкая, если мы на нее навяжем широченные тирюши, они будут болтаться по ветру. Ну, в общем, нехорошо. Все должно быть по размеру, сочетаться. Хоть как-то. Пять розовых, три. Делаю, да, набор. Никаких грузиков не надо навешивать. Все прекрасно. Оттягивайте рукой. Потому что грузики, они и растягивают полотно, и пока вы их навесите, пока снимете, возни больше. Провязали пять рядов, закрыли. Все. Вот это и есть наша рюша, которая дает такой симпатичный сжатый эффект. Если вы будете все время разворачивать в одном направлении, неважно налево, направо, главное, все время в одну сторону. У вас один край получится короткий, а второй вот такой вот весь волнистый. Ой-ой. Все улетает. Вот. Провязали. Видите, вот они, наши рюшки. Вот, смотри. В принципе, если достаточно, то достаточно. Если хотите, я еще провяжу, посмотрите. Но синий-синий. Так, ничего, вопросов нет. Ну, все. Помню правила рюшки, складывается в колодец, да. Да, 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 все вот в одном направлении. Я сходила, поискала подушку, не нашла, видимо, подарила. Ага. Так, ну вот все. И теперь, чего у нас осталось? Только все это делается... А, розыгрыш. Пейм. Ну, давай. Так, я складываю эту рюшку, связанную пополам. Где-то у тебя там булавки были. Булавка нужна для того, чтобы серединку отмерить. Поэтому сейчас беру, отмеряю серединку. Вот эта синяя у меня будет средняя. По ней буду измерять. И вот она как раз пойдет у меня на разворот. Каждая деталька 38 петель. Выворачиваю наизнанку. Вывернуть я всегда смогу через отверстие для ручек. Вот здесь вот. И начинаем. Мне нужно соединить один край и второй. Поэтому сейчас надеваю одну часть, рюшку и вторую часть. У меня все уходит внутрь. И снаружи остается чистый шов, которым просто закрываем. И прекрасно все это делается. Так, поскольку мне удобнее слева направо закрывать. Поэтому я начинаю с той стороны, которая лично для меня просто удобнее. И 38 петель. Это длина. Просто удобная длина. Но можно чуть-чуть присобрать. Тоже будет эффект такой интересный. Поэтому можно 35 петель. Давайте. Чуть-чуть присоберем. Раз, два. Просто мы выбрали специальный узорчик. На самом деле я и предупредила, что мы делаем тот же самый узор. Только немножко более потолще. То есть более толстый. На самом деле эти все узоры очень просто вяжутся. И чуть-чуть меняйте какую-то деталь. И у вас он выглядит совершенно по-другому. Да, он похож, но он совсем по-другому смотрится, если разными цветами. А если вы каждый рядочек будете выполнять своим цветом, у вас будет такая очаровательная пеструшка, что вы и не опознаете этот узор. Пробуйте. Ну, так как мы все-таки вяжем сентиментальную, то мы решили по гендерному признаку всего два цвета. Розовый и голубой. Красный мы не стали, потому что очень сильно будет в глаза бить. А вот такой розовенький и голубенький. Но можно было туда добавить, например, рюшку белую. Да все можно. На самом деле мы все время говорим, что вам показываем схему. Вы фантазируйте. Если вы пока не можете фантазировать, но повторяйте в таком же варианте. На этом узоре протяжек мало. Мне кажется, на этом узоре вообще протяжек нет. Протяжек на фангах нет вообще. Чем они хороши? Мы их очень любим. Я очень люблю фанги именно за то, что у них нет протяжек. Это не жаккарды. Это не вот эти замороченные жаккарды, на которых все там убиваются. Потому что протяжки, да, они портят. Здесь вообще нет протяжек. Видите, это целиковое вязание. Они тем и хороши, что они одинаково хорошо смотрятся и с лица, и с изнанки. Такие вот узоры. Так, не главное сейчас. То есть мы вам предлагаем вообще варианты, самые простые. Задача посиделок – это, во-первых, снять страх. Второе – привить интерес к машинному вязанию. Чтобы вы не думали, что на машине можно вязать исключительно кофты, либо шапки. Вязать можно все. Если вы зайдете в каталог посиделок прошлых лет, то вы увидите. Мы вязали шкатулочку, мы вязали пепелац. Вообще абсолютно ненужная вещь. Но с каким восторгом девчонки на Пасху вы вязали. Корзиночку для яиц была у нас. Но тоже никто не вяжет, а мы связали. А тыква какая очаровательная была. И тыква, я имею в виду, шкатулочку. И всякие сумочки. Не знаю, мне очень нравятся вот такие вещи. Вы на них отдыхаете. То есть задача посиделок – это все-таки отдохнуть. Потому что если вы хотите связать свитер, то вам не сюда. Вам все-таки надо в мастер-группу. И не всем дано, вот как Виктории, которая там по интернету пошарилась и 15-ю машину покупает. Но есть люди, которым дано. Но нужно понимать, что это не все. Остальным нужно сидеть, бить в одну точку, пока не поймет. Вот очень часто наши ученицы пишут, что доходит медленно. Ну, на что я говорю? Медленно вошло, медленно выходит. Медленно вошло, медленно выйдет. Поэтому не переживайте. Зато вы освоите так, что уже все, до автоматизма дойдет. Это как педали крутить на велосипеде. Один раз научились, все, больше уже никогда не разучитесь. Поэтому не переживайте. У всех разный срок привыкания. Вот кому-то одно дано, кому-то другое. Но зато если привыкнете, то навсегда. Да. Я хочу сказать, что если вы, ну, как бы с детства, что ли, знаете, к чему у вас лежит сердце, к чему у вас предрасположенность, то вы просто не будете тратить время на что-то другое. То есть если вам нравится вязать, и вы понимаете, что у вас к этому способности, я не думаю, что вы пойдете изучать, как паять или варить, или печь и класть. То есть мастером можно быть только там, где тебе это нравится. Если тебе этот процесс не нравится, не будешь тратить время на его изучение. Не будешь тратить время на то, чтобы его переделывать, перевязывать. Потому что если вы каждый раз считаете, а я три раза перевязала, а я пять раз перевязала, а я перевязала столько раз, пока мне не понравилось. Понимаете? Вот это точно так же, как вот с этой рукавицей. Мы же не просто сели ее и сделали. Мы клеили макеты, мы вязали несколько образцов, мы пробовали и так, и все. Ну вот, например, вот этот один из образцов, на котором мы и зажимы делали, и вязки делали, мы пытались внутри квадратик связать. То есть мы тоже не делаем все вот так вот, ах, встали, побежали. То есть мы отрабатываем любую деталь. Поэтому не надо думать, что мы вот... Я прихожу к Светлане, вот такая вся взмыленная, с перфоратором на перевязке, и говорю, что мы сегодня вяжем? Да, нет. Мы прекрасно знаем, что мы вяжем. Не могу сказать, что мы прям вот неделю обсуждаем. На обсуждение уходит там буквально 10 минут, но они уходят, и отработка обязательно. Нет, мы обсудили и пошли отрабатывать идею. Потом мы посмотрели, что получается, и понимаем, что не, что-то не то, и начинаем дальше. То есть как бы не сидим часами креативим, а есть идеи, отработали. Отработали. Нравится. Приняли решение, нравится, не нравится, все. Вперед или назад. Не нравится, а сколько выброшенных. То есть не понравилось, ну и не надо, идем дальше. То есть все, обычный рабочий процесс, как у всех. Татьяна пишет, у вас очень интересные идеи, и разные, и необычные. Ну, понимаете, мы же все-таки себя позиционируем как школа, и мы понимаем, как с детьми надо общаться. Школа не должна быть скучной и страшной. Да, это все-таки не каторга, это должно быть интересно. Поэтому мы знаем, что приходится это делать, поэтому мы это делаем. А Татьяна пишет, а у меня ностальгия. Я еще помню вашу прошлую рукавичку из квадрата, до сих пор ношу. Ну, я так понимаю, что... Загребалка, наверное. А загребалку, кстати, многие тогда носили. Ой, слушай, а давай покажем вот эту луфантурную рукавицу. А давай. Давай я сейчас машинку уберу, и мы покажем, потому что с ней вообще ничего невозможно показать. Сейчас я закрываю, убираю машинку, и мы покажем вам рукавичку. Немножко другого плана. Так, мне нужно только вот закрыть, и все. Потому что машина отряда. Жуля говорит, да, я вот с четырьмя дипломами сижу дома с машинкой. Ну, что делать? Нас тоже когда-то заставляли что-то изучать, пока мы не поняли, что мы сами решаем свою судьбу. Все. Ну да, эти все дипломы, это хорошо, на самом деле, потому что не знаете, куда вывернет. Это тоже диплом есть. Вот занадобилось свидетельство, полезла, еле нашла. Там смотрю, ой, дипломы мои лежат. Отлично. Посмотрела, порадовалась. Оказывается, надо же. Ух ты. Да, мой диплом лежит. Отлично. Ну, лежит, и пусть лежит дальше. Потому что вот конкретно этой жизнью он мне сейчас не нужен. Я тебе хочу сказать, что когда ты будешь ребенку своему рассказывать, что без диплома жить нельзя, ты ему выложишь свои пять дипломов, и будешь видеть по столу. Без диплома жить можно, смотря, чем ты будешь заниматься. Если ты будешь работать на кого-то, тебе они очень нужны. А если кто-то будет работать на тебя, то нафиг эти дипломы нужны. Ну, ты же понимаешь, что важно не диплом, а знание, которое ты получаешь. Да, а институт, он... Я до сих пор помню, как преподавательница административно-хозяйственной деятельности, это в экономике, и у нас был самый неприятный предмет, это как сопромат у этих всех строителей математиков. Да, то есть предмет очень неприятный. Может, нам преподавали вот так, но все страшно боялись, очень неприятно. Вот она нам говорила, что вы трясетесь, дадите как-нибудь уж там, пойдете работать, там вы будете реально учиться. Поэтому твоя задача сейчас не пятерку получить, а просто не выжить. Выжить, да, не выжить. Бухгалтерия нам говорила. Это старая методика, она уже не применяется, но у нас программа не менялась, поэтому как это вы имеете в виду... Программа 50 лет не менялась, поэтому вы не переживаете. Имейте в виду, что сейчас так не делают. Пойдете на работу, будете учиться. Ну, и чего я тут у вас сижу столько лет? Вот вопрос-то. Я пойду на работу, кто-то меня там учить будет. Интересный формат. Ну, вот, поэтому я знаю, что всю свою деятельность я не от института получила всего, а именно в процессе работы. Поэтому диплом важен так, номинально. Он есть и все. Ну, это, по крайней мере, у меня так. Ну, что, заканчиваем? Да, все, заканчиваем. Сейчас мне остается только сшить манжетики. Не понимать, что это манжетики. Мы сейчас сошьем. Машину можно выдирать. Срывать не будем, что-то манжетики. Отвинчиваем ее. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот так. И вот она, вот она, наши рукавицы. Вот, сейчас я ее выворачиваю. Рюша. Поскольку я не убрала нитки, их надо убрать. Вот они в таком количестве. И получается сердце с рюшками. Каждая нитка рюша обрывалась, поэтому ниточки заправить. И у нас она красивая с лица и с изнанки. Получается вот такой вот вход. Девчонки делятся своими дипломами. С двумя дипломами на базаре шапки продаю, Марина пишет. Арина пишет. А у меня термех и сапромат были самые любимые. А Татьяна говорит, а у меня два высших. Правда, работа не связана с машинкой. Ну, девочки, хорошо, когда... Нет, хорошо, когда диплом... Есть о чем рассказать. На самом деле, хорошо, когда диплом есть, и он не нужен, чем он когда нужен, и его нет. Вот это вот гораздо хуже. Так, рукавицы. Ну, понятно, что вот она. Я надеюсь, что вы видите, что вот здесь вот завязываем краешки. Краешки, это манжеты, вот такой вид, вот сюда вот вставляются ручки, и вот так вот держатся. И получается у нас вот такой вот дефект сентиментальный. Не поняла, что это? Неправильно? Правильно, говорю, сентиментальный эффект. Чего? Мне показалось, дефект. Нет, дефекта нет. Какое-то название. Дефекта не получилось. Получилось. Вот, да, немножко по диагональке оно идет. Было бы, конечно, интереснее, если бы прямо ушло. Если бы ты его по-другому повернула, то оно бы... Да, оно бы прямо ушло. Ну, вот я развернула его вот так. Неправильная сторона. Да, неправильная сторона. А вот эта сторона правильно? Нет. Тоже неправильная? Нет, это неправильно, да. Потому что, ну, где у меня были открытые петли, там я и сделала. В принципе, можно было закрыть и делать... Ну, вот это-то, оно же... Вот как бы оно так и есть, или что? Ну, это поперек идет. И это поперек, они одинаковые. Нет, а как вот угол-то, какой должен быть угол? Ну, вот так оно идет правильно, по диагонали так и идет. Ну, если бы... Вот оно вот так. Нет, а я вот так и хотела, чтобы ты его одеваешь, и оно у тебя вот так полосками идет. Ну, вот оно и идет вот так полосками под 45 градусов. Ну, ладно, вы сами там решите. И за счет того, что мы вязали ее симметрично, одна в одну сторону, другая в другую, при сложении они идут в одну сторону, в одном направлении. Вот. Можно даже запихать руку. Так зашивай. Зашивай, потом... Ну, давай сейчас. Да. В принципе, удобно, может быть. Да. И пальцы длинные могут помещаться. И пальцы длинные помещаться. И вот здесь вот мешок вот этот, он не дает... Не нужно говорить, что растягивается, там не растягивается. Там очень большая свобода. То есть можно в рукавицах туда засунуться, и там рукавицы носить, а потом, если холодно, одеваешь. И ребеночка греть тоже. Вот как раз греть ребенку, ну, без рюши, без сердца, может быть, но... Наталья говорит, такую рукавичку хорошо было бы красным и желтым цветом вязать. Ну, я не знаю, у нас с китайцами, если, конечно, мы же все-таки гендерную рукавицу вяжем, мужеско-женскую, как бы, вот я желтого-то не знаю, кто это. Поэтому, если это не сентиментальная рукавица, какая-то другая, то она какого картите цвета. Причем к ней нужно обязательно две связать, рукавички еще дополнительно, которые будут на другие ручки. А можно еще и носочки, и шапочки, и еще что-нибудь вообще. И собаку с... И собаку, да. В этом, в попоне. Как муфточка. Ну, так это и есть муфточка. Для муфточек. Только под углом, да. То есть если вы идете сами по себе, то вы держите муфточку перед собой. Не, ну, не могу сказать, что вот так вот удобно держать ручки, вот так вот. Это, наверное, неправильно. А вот когда бы вы сделали с разных сторон входа, вот там удобно. Поэтому... Ну, может нам, ну, зима заканчивается. Надо было бы дизайнерскую муфточку связать, конечно. Но я думаю, что может это осенью, там зимой, чтобы... Когда все начнут по новой. Потому что скоро у нас новая зима. Там через год. А, скоро зима. Через 10 лет, да. Школу закончим. Не важно. Ну, а скоро через 10 лет школу закончим. Ну, не важно. Татьяна говорит, отлично получилось, свяжу своей внучке. У нас сейчас холодно, аж минус 11, Волгоград. А Марина говорит, собаку обязательно. Ну, собаку обязательно одеть, конечно. Вот если вы гуляете с собакой, то, конечно, собаку одеть. Я говорю, у меня кот с пола на шкаф прыгает. Я не могу понять, почему у меня ночью со шкафа прыгает. Я все равно думаю, ну, как он туда забирается. Вот сейчас мы с Натальей это пронаблюдали, как это туда заход происходит. Без проблем. Потому что он уже все, уже готовится к белкам, я так понимаю. Потому что летом они у нас охраняют участок и белок приносят на завтрак бабушке. У меня кот максимум на табуретку может залезть. Вот стул на кухне его любимый. У нас четыре стула и табуреточка. Табуреточка тоже вся вот такая же в стиле этих стульев, но табуреточка. Нет, ему нужен стул со спинкой большой. Ой, слушай, здорово. Кому-то... А, нет, всем нравится. Мне показалось, что кому-то не понравилось. Думала, надо же, кому-то вот прямо вот мухты не нравятся. Нет, всем пока нравится. Мне еще не пришли. Так, они не дождались. Где тут? Вдевалка. А ты мне давала свою вдевалку? Я вдевалке. Ты мне ее дарила вдевалку? Две штучки или три штучки тебе подарила. Ну, поискать или чего? Ну, не надо так делать, но и нитки нет. А ты мастер-класс записала по вдевалке? Нет. Вот. Мне придется искать, потому что... Так ниткой, вот, встали ниткой-то. Ну, что мы за пытки-то такие? Я не нашла нитку, да. Ну, нет, вдевалки, значит, нитка. Я тут в Китае купила все на том же Али. Совершенно интересные вдевалки ниток. Очень понравились такие железные ключи. Я вам в каком-то уроке показывала на занятии. Показывала. Показывала. Очень удобно. Кстати, влезет во все иголки, как ни странно. Хотя выглядит ужасающе. Такие крючки страшные. Так, по поводу вот такого узкого входа в рукавичку, тоже надо предварительно будет померить. Потому что, как показалось, что на массивная рука может и не влезть. Это к тому, что вы в два раза уже будете вязать, если будете. Обратите внимание, лучше посчитать. Количество петель нужно. Что ты пытаешься найти там? Пытаешься вспомнить, где это то близкое место, куда положишься, чтобы не забыть. Ближе поможешь, это... Поближе возьмешь, но я не знаю. Где же место? Да, я тоже все время все убираю. Я очень сочувствую белкам, потому что я как они убираю все, чтобы не потерять. И все время забываю, куда же я это все делаю. Вроде места не так много. А оказывается... Слушай, ну вот нет, есть только вот такие вот эти вот. Может, вот как бы все. Что я могла положить в коробку вот в эту, посмотри в одну, вот кто и может быть лежат. Есть. Есть. Давай. Вот мы их туда и сложим, чтобы они все в коллективе лежали, а то я... Фу, про них не знаю, что они у меня есть. Ой, мы тут петли сбежали. Ой, мы тут петли сбежали. Ну, если бы ничего не сбежало, это было бы неправильно. А так у нас вот петля сбежала, это очень хорошо. Значит, как-то все удалось. Нет, это значит, что это не фотомонтаж. Правильно? Да. Потому что когда все идеально гладко, то он возникает... А где себя обманывают? Вот здесь в окнах не возникает. Так, сейчас вам покажу эти страшные крюки для вдевания. Вот они, такие вот крюки. Зонтик такой сложенный, непонятный. На самом деле, под любую иголку. Вот вы берете иголочку, потолще, потоньше край. Они очень тонкие, вот вообще, вот ничего, вот как иголка сами. Тонюсенькие-тонюсенькие, но при этом плотные. Такой алюминий. Вставляете иголку, берете любую толщинную нитку, зацепляете за крюк и протаскиваете. Вот. А есть иголки тоненькие. Где она там, где тоненькая иголка? Вообще ничего не видно, совсем тонюсенькое ушко. И в нее входит маленький крючочек. Вам, наверное, не видно, но вот он вошел. То есть крючок совсем маленький. Ну, ты можешь на бумажке показать. Да, я показала уже. Вот. В нее точно так же вставляете ниточку, вытаскиваете, и у вас ниточка в иголочке. То есть, в принципе, удобно. На белом фоне белую нитку. Хорошо показала? Да, очень хорошо показала. В отличие от... Ой, куда я бросила? В отличие от вот этих традиционных с пружинками, пружинки, которые вечно куда-то деваются, куда-то застревают, эти железяки уже никуда у вас не застрянут, никуда не денутся. Какие-то тоже смешные котельки. Ой, нет, все-таки одному не понравилось. Вот я думала, мне показалось. Нет, кто-то вот не любит муфты, носит только рукавицы. Ну и хорошо. На самом деле, когда всем все нравится, это тоже неправильно. Да, купленные. Как говорят, купленные. Зарезали все. Так, ну вот ставим, завязываем все узелочки. И получается наша рюша. Может, позавязывать? Ну, я завяжу потом, когда ты уйдешь. Так, ну вот, ежели вязать рукавицу без швов на двух фантурах, можно вот такую связать. То есть с переходом цветов, с резиночкой на пальце. Ну, эту рукавичку можно сразу проанонсировать, что она связана для? Второй фантуры. Эта рукавица у нас идет в курсе второй фантуры, потому что, что в ней интересно? У нее интересен переход цветов. На самом деле, здесь очень пестро. Вот здесь вот наверху более-менее видно, что перехода, ступеньки практически нет. За счет того, что все-таки какое-то тело есть, мы сделали так, что нет ступеньки. Вы знаете, что когда на двух фантурах вяжете, у вас идет по спирали, и всегда будет ступенька переходить цветов. Когда вот такая пеструшка, тут тяжело уследить. А когда есть разделители, вот они, получается, они четко идут по одному размеру, вот как нормальным вязанием. Мы долго думали, как это сделать. Да, потому что на вязальной машинке так не делают. Мы сделали. Палец, который продолжается, резиночка, вот он цельновязанный. Швов нет. То есть эта рукавица швов не предполагает ни в одном месте. Ну, вот по резинке только. Потому что резинка на круговую у нас не свяжется. На наших любительских машинках такое не вяжется. Вот резинка из курса второй фантуры. Букавичка из курса второй фантуры. Сейчас у нас на подходе. Курс начнется в марте. Поэтому, как я первый закончил, мы сейчас заканчиваем ритузики. У нас колботки со сложными курсами. И вот когда мы закончим, мы вам их покажем. Может быть, начнем раньше, не раньше, не знаю. Как пойдет. Потому что курс интересный, нам самим интересно. Вот когда нам самим интересно, действительно, всем нравится. Ну, и также напоминаю для тех, кто у нас новички, что… Ты сразу обрезай. А, ты внутрь. И также напоминаю, что те, кто новички, кто все-таки хочет научиться вязать на машине, то мы приглашаем на курс, на живой курс, потому что когда вас есть кому подгонять, и есть на кого равняться, то обучение идет все-таки быстрее. И 3 тысячи – это не такие большие деньги, тем более, что мы до… Ну, некоторое время будет скидка. Чем ближе к апрелю, тем скидка будет становиться меньше. Сейчас можете присоединиться за 2 тысячи рублей. За 2 тысячи рублей можете присоединиться и начать обучение вместе с нами и уйти в лето уже все-таки, не боясь вязальной машинки, какая бы она у вас ни была. Классное изделие, душевное. Душевное, да. Спасибо, говорит Людмила. Так, торчащие ниточки навеяли тему про бахрому. Тоже красиво. Ну, так как это акрил, то вот как бы бахрому в нем не сильно сделаешь. Она не сбивается в кучу, она такая вот, как бы она не висит, она как это хорошо, нехорошо стоит, да, зато как висит. А что, народная мудрость, поэтому вот можно с бахромой. Девочки, вопрос отделки – это уже десятый. Ведь самое важное – это форма. А уже в этой форме вы там содержание какое хотите. И вот чем наполните, что у вас в голове, тем и наполняйте. Отлично, веселая рукавичка, позитивная, говорит Марина. Ну, давай это. Нет, нет, давай я вот суну две руки, а ты расправь, чтобы было понятно. Вот у нас рукавичка, вот она. Вот оно сердце, пожалуйста. Да, держите, и все. Отлично помещаются руки любого равнира. Да. И сердце. И сердце, да. Ну вот, поэтому надеемся, что за ночь вы успеете связать. Если у вас вы не поборники морали советской, где вражеские... Праздник нет. Да, вражеские не отмечали. Если вы не считаете, что нам надо ждать лета Петра и Хавронью, ну, к лету мы, я думаю, что-нибудь еще свяжем. Ну, если вам есть кому подарить, удивить, и вообще как бы нечем заняться ночью, то вот рукавичка вас ждет. Рукавичка вас ждет. А мы на этом с вами прощаемся и напоминаем, что если вам этот мастер-класс понравился, но вы не совсем что-то поняли, не законспектировали, и вот вам прям действительно позарез надо завтра, а не сегодня, напишите нам, и мы вам обязательно пришлем этот мастер-класс при условии, что вы готовы прислать нам отчет. Ну, и с вами были Светлана Амельян, Наталья Некрасова и наш проект «Квадрат Некрасовой». Квадрат Некрасова